Какая связь между книгой «Гарри Поттер» и выразительным чтением стихов? Подобные вопросы и темы для обсуждений – нередкость на уроках учителя русского языка и литературы Видновской школы номер 7 Владимира Лихваря. Свои предметы он старается преподавать нестандартно и интересно, подстегивая в ребятах любопытство, желание думать и рассуждать. Его путь в профессию был тернист. Владимир успел поработать проходчиком в шахте, сварщиком, попробовал себя в средствах массовой информации и даже в геологии, но нашел себя именно в педагогике. Начиная с университета, у меня такое ощущение, что где бы я ни работал, что бы ни делал, моя профессия – это читать книги. Так что, наверное, вот это и есть ответ на вопрос, что она для меня значит. Жена Владимира Ивета Беглярова тоже учитель-словесник в Видновской школе номер 7. Училась на отделении теоретической и прикладной лингвистики. За свою педагогическую практику преподавала и иностранные языки, и математику, и русский язык, и литературу. Но в конце концов поняла, что душа лежит именно к последним двум предметам. Как вы думаете, что влияет на выбор этих жизненных ценностей? Что влияет на то, чтобы мы считали, что это действительно хорошо? Своей главной задачей она видит привить ученикам любовь к литературе и языку, а также показать детям русский язык как систему. Стройную и сложную, но систему, а не хаос. Как ошибочно воспринимают его многие. Мне очень нравится высказывание философа Витгенштейна. Оно у меня в кабинете висит написанное. Граница моего языка – это граница моего мира. Если у тебя богатый язык, значит, твой мир богатый. И литература здесь уже будет рядом, потому что разбираться в литературе – это значит разбираться в людях и в жизни. Любой человек, который хочет реализоваться как профессионал, должен постоянно учиться и развиваться, считают наши герои. Особенно это касается учителей. А если ты непрерывно учишься, значит, у тебя нет высокомерия, у тебя нет позиции всезнайства, у тебя нет позиции, что ты выше ученика по знанию, ты не выше. Мне нравится сравнение с эскалатором. То есть и работа учителя, и жизнь вообще – это не движение по дороге. А это ты едешь на эскалаторе, причем едешь вниз. И для того, чтобы удержаться хотя бы на одном месте, тебе нужно идти вверх. На вопрос, сложно ли жить двум словесникам под одной крышей, наши герои ответили так – это интересно. Мы разные люди, у нас разные характеры, у нас разный жизненный опыт. Конечно, общаемся друг с другом по поводу того, как мы смотрим на какое-то, например, произведение. И иногда соглашаемся, иногда обсуждаем, иногда спорим. Иначе скучно было бы. К слову, наследник Владимира Иветы также выбрал филологическое направление. Правда, пока его больше привлекает наука, чем педагогика. Но время покажет. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Екатерина Давлятова. Видно это.